МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет повода не начать день с синенького скромного платочка или о походах наших, о боях с врагами. Сегодня день рождения. Клавдия Шульженко, доброе утро. С вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. И программа «Нам пишут». Теплая погода, установившаяся в Алтайском крае, стала причиной раннего отлета лебедей с озера Светлого, пишут аргументы и факты. С каждым годом все больше лебедей-кликунов прилетает на незамерзающее озеро в заказнике Лебединой, чтобы провести здесь зиму. Нынешней весной раннее тепло стало для лебедей сигналом к отлету. Очередной их прилет будем ждать в декабре. С 1 апреля по 15 июня в Алтайском крае посчитают бурых медведей, пишет комсомольская правда. В итоге специалисты выведут плотность зверей на 1 тысячу гектаров. При встрече с медведем учетчик должен рассмотреть его окраску и величину, записать. Документируется все – схватки между медведями, рев зверя, найденные пустые берлоги, деревья с медвежьими метками, потертостями, с приставшей медвежьей шерстью и многое другое. В прошлом году насчитывалось до 1056 особей. С 1 по 5 апреля в Алтайской резиденции Деда Мороза будут будить потомственного домового Кузю, сообщает Алтайская правда. Именно в этот период, согласно преданию, начинается весна и самое время будить домовых. Посетители парка «Лесная сказка» смогут узнать, почему в эти дни носят разные носки или обувь, надевают одежду наизнанку, обманывают друг друга и шутят. На прощание анекдот от комсомолки. Как объяснить британцу, что такое борщ? Скажи ему, что это глинтвейн из овощей. Увидимся завтра утром. Счастливенько. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова